Это мы в Пловдиве. Мы говорили, что мы едем в Пловдив? Ну вот, мы здесь. Болгарский Пловдив – один из древнейших городов мира. На 2019 год Пловдив получил статус культурной столицы Европы. И мы приехали на открытие этого грандиозного мероприятия, которое продолжалось три дня. Но об этом событии будет рассказ в отдельном видео. А сейчас посмотрите, какой интересный магазин антикварных игрушек мы увидели в Старом городе. Интересный магазинчик. Да, это там старый, там как фарфор. Фарфор, да. Да, фарфор, пингвин. Ну и как этот у вас бизнес? Хороший бизнес? У меня 15-20 год только соседа начинается. С игрушками сразу. Но у вас много покупают? Нет, я продаю на интернете. А, вы в интернете продаете? Так мы вас на YouTube поставим. У нас есть YouTube-канал, может быть, вас. Вот как раз вы привлечете внимание. А так к вам заходят, может быть, туристы? Приобретают? Сутринта, днеска сутринта, где организаторы, это мероприятия, где-то отбывают по-что за видео, за звук, немцы, германцы. Нет, да. Шумасовки. Сколько стоит это толпа, нет проблем. Это сколько толпа, нет проблем. И все забрали? Да, забрали. И нас сколько забрали? Значит, это хорошие игрушки, где-то и русские, и болгарские. Ага. А, и они все забрали? Нет, просто сувенир. За что там в Западной Европе игрушки много. Стоит? Да. Ну, только здесь много русских игрушек. Ну, значит, русские игрушки они ценят больше. Да. Ясно, интересно, как видите. А зовут вас как? Меня Антон зовут. И Антон зовут? Антон, да. И имя русское. И шапка русская. Да, и шапка пинская. Пинская, да? Да, пинская. Понятно. Старая шапка. Старая, точно, да. Сейчас, на Союзе есть такие хорошие? Нет, уже нет. Я объяснила Антону, что у современных шапок-ушанок уши уже не настоящие, а обманные в целях экономии меха. Духи. Спереди просто такой сувенир. Классно. А что еще есть русское у вас? Много. Мишта? Русские. Вот это русские, вот это русские. Машинки? Да, это петерорусские. А я и узнала, да? Это тоже русские. Это русские, но может быть Украина. А я думаю, нет, это Прибалтика, наверное, какая-нибудь. Прибалтика, можно, да. Латвия или кто-то. Латвия или Эстония. Да. Здорово. А космонавт не русский это? Нет, это германский. Это немецкий? Немецкий. У бати он работает только с осмонетки. Марки. Потому что немецкие, без монеток не работают. То есть туда надо положить. Да, положить, но только марка. Нет евро. Все, понятно. Теперь же... А марок уже нет. А марок нет. Вот так, а это... В машинке. В машинке. На площади, да. А нет. Папиры здесь, в Болгаре, тоже купают. А, есть все? Да. Значит, в марок... Ну, это уже нумизматы, наверное. Нет, я не только южные. Мой интерес, мой бизнес только... Оригинальные, да. Потому что они старые. Ну, ладно. Русские матрешки. Ну-ка, посмотри, они вообще открываются? Да, они друг с другом. Вот в этой большой стоят, да? Открываются, да. Тут и столы-то. Есть. Разделитель открывается. Откуда она у вас? Как откуда? Люди приносят. Не, я сходу на рынок. Вы их на рынке купили? Да, да. Ну, а под конец русская красавица нам даже сплясала. Несмотря на свой возраст. Просто трябва... Места. Не, просто разная места. Разберзи, поняли? Та имеется на... Да, те са... Ленинградский метал изделия завод. Ага. Сус.